Всем привет! Мы Марина и Ирина Галамайзовна, основательницы марки Трилл Сторис. Не могу добиться равновесия в своей жизни. Это члена серия на канале Трилл Сторис, и мы сегодня переодеваемся в новогодние образы и покажем, что же мы выбрали себе на Новый год. Что вы тут делаете? Пойдете за мной, наконец-то вы у меня дома. Я вам покажу мое любимое место. Это ванная. Она здесь. Ванная, никаких мужиков здесь. Моя личная ванная. Вот это все бутыльи, которыми я пользуюсь. Я потом о них вам расскажу. Это отдельная серия. Здесь раковина моя, а это моего мужа. Не люблю, когда он плюется в мою раковину. А пока Ира у меня в гостях, она будет плеваться в его раковину. Ну, спальню я не буду вам показывать, это совсем личная. Поэтому пойдемте в гардеробную. Помните, вы просили рум-тур, и мы его объявляем. Мы сейчас находимся в отеле «Хаят» на съемке «Инстайл». Классный журнал, толсткий. Хорошая съемка, потому что мы в халатах отдыхаем. А мы сейчас как раз вам покажем. Просто забрала у меня номер. Наверное, всем интересно. В следующий раз вы можете здесь остановиться. Света святых, правильно? Правильно. Помните, я вам обещала свой гардероб? Наконец-то. Наконец-то вы здесь. Не обращайте внимания, у меня полный беспорядок. Пойдемте. Первая, что моя любимая вещь, это дубленка от Восторис. Я с ней обожаю гулять. Но это все не мое. Сейчас должны пакеты выкрутить, и будет все мое. Ладно, так уж и будет, пойдемте в спальню. Смотрите, когда я только начинала, можно сказать, карьеру журналистов, я подрабатывала в журнале Вестайл. Кстати, это декабрь, и там должен быть раздел подарков. Первая моя рубрика, которую мне дали, это был раздел подарков. Ой, сколько вкладышей. Вот толстый не стал какой я стал. Значит, у ребят все хорошо. Вот, вот, вот. Вот так выглядит раздел подарков. Я вот так собирала каждую страничку. А потом, когда вышел в журнал, я принесла домой 10 журналов и показывала 7 глила. Это моя первая рубрика. Только потом я узнала, что она так себе. Но все равно, я гордилась тем, что у меня были свои полосы в журнале. Это было круто. Все, можете идти, я посмотрю пока. Вот халат всегда создает такое состояние отдыха. Даже несмотря на то, что ты там одет. Несмотря на то, что вокруг еще 10 человек. Кажется, что ты дома и уже отдыхаешь. Хочется умыть еще вот это все с лица. Сделать маску. И тогда будет идеально. И открыть бутылочку вина. Да? Алкоголики мы? У-у-у. Ну что, а у нас реклама на нашем канале Тринс Торис. Заходите, пожалуйста, ниже по ссылке. И увидите, что можно надеть вместо халата. Ты готовишься к Новому году. Ты смотришь «Иронию судьбы». Сейчас включим. Накрываешь на стол. Оливье будет? Оливье есть там, да, все стоит. Нарезочка всегда. Вот. Тебе звонит Ира. Вы с ней разговариваете. Сейчас скажу, что по тексту. Ты ее просишь... То есть она тебя просит встретить твоего молодого человека. Ты такая, окей. И тут ты в спешке, значит, начинаешь переодеваться. Примерять образы. Три образа. Там сначала в одном появилось, покрутилось. Во втором, в третьем. Третьем выбрала, все окей. Иван, у меня новый парень. Да. Дома ты выгонят. А, у меня тоже будет парень? Ты недавно замуж вышла? Я как-то не могу. Я только три месяца замужем сегодня. Марин, ты три месяца, а я три года, поэтому старший вообще все первое. Давай еще подеремся, а то ты за парень. Короче, девочки, всегда вам говорю, что лучше краситься самой, чем... Вы сейчас не смотрите, что я делаю. Я уже делаю сверху, спасаю мейк с утра, который делали. Лучше самим всегда краситься. Научиться и краситься. Что кроме вас, никто не знает ваш стиль, вашу кожу, ваши предпочтения. Все, я сейчас быстро, не снимай это. Отлично. Это, видимо, Шурик, ребят. Марин, это мой Шурик. Очень странная для меня роль. Я умею только есть, готовить я не умею. Но, а сейчас она мне досталась. Ну, окей. Ого, тут солта. Пойду поговорю с Ириной, новым парнем, разберусь вообще, какие у них отношения. Он вообще серьезно настроен? Не знаю, не знаю. Сейчас поговорим. Сейчас суть, суть, сезетай. Ирин, вообще серьезно настроен? Я что-то левье готовлю? Проверим. Алло. Все отлично, у меня уже все готово. Захвати, пожалуйста, мандарины и чего-нибудь сладенького. Да, хорошо, сделаю. Давай, пока. Сделаю. Я что-нибудь сделаю. Правильное питание или ем все подряд? Я вообще не люблю, когда все правильно. И когда ем все подряд, это тоже мне не нравится. Это ужасно. Должна быть золотая середина. Я за это. Золотая середина? Да. Правильное питание. Сестра или брат? Брат. Брат. Сестра. Сестра, конечно. Ну, мы, кстати, в детстве с Маринкой просили брата, маму с папой. Прямо настаивали. Так. Какой результат? Нам потом объяснили, что вдруг будет два брата, а не один. Ну, задумались. Уги или ботфорты? Ну, уги пусть будут. Ботфорты. Кефир или ряженка? Ой, я не знаю, что такое ряженка, кефир. Ты как бабушка теперь. Ни то, ни другое. Математика или литература? Математика. Я знаю, что Ира ответила математика, а я отвечаю литературу. Картошка фри или чипсы? Картошка фри. Картошка фри. Черные колготки или белые колготки? Черные. Боже, я не люблю колготки, поэтому я не отвечаю на этот вопрос. Немецкий язык или английский? Немецкий нужен иногда. Английский? Английский. Триллер или мелодрама? Мелодрама. Мелодрама, конечно же. И самый логичный. Рамбутан или мангостин? Мангостин, конечно. Мангостин мне больше не нравится. Мангостин. Пишите свои вопросы для нашего конкурса в Блиц. И мы ответим на них. Мангостин. Мангостин. Продолжение следует... Мы объявляем конкурс, оставьте свой комментарий под этим видео, мы выберем победителя случайным образом и подарим сертификат на 5 тысяч рублей. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...